Здравствуйте, меня зовут Алена, мне 23 года, моего мужа зовут Николай. Варь, смотри, какой снеговик. Кто это? Кто это? Что это? Не, это не мама, это снеговик. Видишь, что у меня голова здесь есть? Снег. Вместе мы уже три года, сейчас я в отпуске по уходу за ребенком. Смотри, вот тут не узнаешь себя, а вот тут. Кто такой малыш? Малышка. Моя дочь зовут Варвара, я надеюсь, что скоро у нее появится братик. Смотрите, это сердечко, ее заведите. Сердечко слышите? Малыш здоров, соответствует пластеруальному сроку, плацентам на самосоков и околоблотные вводы в достаточном количестве. В семье Васильевых сразу после завтрака решили пойти на маленькую хитрость. К ней всегда прибегают Коля и Алена, когда кому-то из них нужно незаметно от Вари уйти из дома. Варя, иди-ка сюда, смотри, как у тебя. Самую-самую маленькую. Ты же у нас маленькая еще. Ну все, в пятерстве. Вся в медалях, да? Тяжелая медаль, Вареша? Нет? Может, еще повесим? Вот какая красавица. Коля, как никто другой, знает о слабостях своей супруги и ее особое отношение к спорту. Поэтому он настоял на том, чтобы сегодня Алена сходила в спортклуб и провела этот день в свое удовольствие. Добрый день. Здравствуйте. Хотели бы заниматься у вас. Как вы себя чувствуете? Прекрасно. Вообще когда-нибудь занимались спортом? Да, я раньше занималась борьбой, поэтому, в принципе, подготовлена. А врач какие-то рекомендации, противопоказания по занятиям спорта вам что-нибудь говорил? У нас так со здоровьем у меня все нормально. Врач, в принципе, никаких противопоказаний не давал. Сказал только исключить какие-то динамические занятия, которые связаны с прыжками. Ну, в таком случае я могу вам порекомендовать занятия акваэробикой, пилатесом, йогой и занятием на фитболе. Пойдемте? Пойдемте. Попробуем. Алена до первой беременности занималась вольной борьбой. Все, пошла, пошла, толкай, толкай, толкай. Пойдет, пойдет. Появление Вари заставило ее уйти из большого спорта. Но тело до сих пор изнывает и просит физических нагрузок. Поэтому Алена остановила свой выбор на занятиях, которые заставят мышцы и суставы интенсивно работать. И при этом не навредят малышу. Если вы ранее занимались активно спортом, то стоит немножко снизить нагрузку. Если не занимались никогда, есть смысл начать тренировки только со второго триместра. Под контролем профессионалов. Потому что на первом триместре самочувствие нестабильное. Возможны какие-то боли, тошнота, токсикоз. Соответственно, лучше со второго триместра, когда уже какая-то стабильность в организме. Необходимо следить за своим состоянием. Если самочувствие хорошее, соответственно, есть смысл провести тренировку. Если плохое, то не стоит и начинать. Как ваше самочувствие? Прекрасное. К тренировкам готовы? Да. Я вам сейчас покажу пару-тройку упражнений на фитболе. Это отличное упражнение для укрепления мышц спины, для растяжки. В принципе, все, что вам сейчас необходимо. Значит, первое упражнение выполняется таким образом. Исходное положение. Садимся на мячик, на фитбол. Спинка прямая. Ручки держим сзади для страховки. И будем немножко перекаты делать. Сначала вперед, потом назад. Все это делаем медленно, подконтрольно. Затем вправо, влево. Еще разочек. Раз, два, три, четыре. Сейчас еще пару раз сделайте, я посмотрю. Чувствуете напряжение в мышцах спины вдоль позвоночника? Есть. А пятки мы не отрываем, да? Пятки не отрываем. Фиксируем, чтобы, соответственно, мяч из-под нас не ушел. И ручки для страховочки у вас сзади. Главное делать медленно и аккуратненько по самочувствию. А какие группы мышц это? Это для всего позвоночного столба и для поясничного отдела в том числе. Ну, наверное, оно еще равновесие укрепляет. Потому что тяжело. Да, необходимо держать баланс, конечно. Стивилизаторы мышцы спины при этом тоже очень участвуют. Достаточно. Достаточно делать хотя бы четыре раза. Затем делать какой-то отдых. Пульс приходит в норму. И можно еще пару подходиков сделать. И опять же на самочувствие свое ориентируемся. Понятно. А для домашнего использования, если дома есть такой мячик, то тоже... Идеально. Можно даже никуда не ходить, не тратить на это время. Вполне, абсолютно. Фитболы бывают разных размеров, на разный вес. Соответственно, в магазине можно подобрать необходимый под себя, назвав свои параметры. Накачивается он довольно-таки плотно. Под вами он не лопнет. Так что можно не бояться. Дома, в домашних условиях, специализированным насосом можно его накачать. Довольно-таки плотно. И присев на него, вы сами поймете, нужно его докачать или нет. То есть, в принципе, он должен... Ну, примерно как я сейчас сижу, то есть, не сильно он прогибается, да? То есть, такого достаточно уровня. Следующее упражнение у нас такое. Мы становимся с мячиком. Ручки прямые, немножечко локти мягенькие у нас. Будем поднимать руки вверх и отводить ножку назад. Не сильно, без рывков, медленно, подконтрольно. Делаем раз. Затем ножку меняем. Два. Три. Четыре. Ягодицы в том числе работают. Опять же, делаем все по четыре раза. Аккуратненько. Ножки можно чуть пошире поставить, ну, чуточку, чтобы баланс был получше. А руки здесь мы как прямо держим? Да, ручки можно чуть-чуть ослабить, чтобы, соответственно, локти тоже не напрягались. Главное, без рывков, медленно и контролировать движение. Угу, хорошо. Важно обратить внимание на регулярность тренировок. Они должны быть два-три раза в неделю, для того, чтобы нагрузка была оптимальной для организма. Необходимо следить за пульсом, чтобы он не превышал 140 ударов в минуту. Также необходимо соблюдать питьевой режим до тренировки, во время и после. Перед тренировкой лучше употребить легкую пищу. Яблоко, банан или какой-нибудь йогурт. А как мы дышим при этом? На выдохе поднимаем мячик вверх. Вдыхаем. Чувствуете напряжение в спине и также можете в ягодицах ощущать их. У меня еще руки вроде бы напрягаются. Ручки, конечно, они держат вес, но в основном данное упражнение, конечно, на спину и на ягодицы. После растяжки и занятий на фитболе у Алены как будто открылось второе дыхание. Домой она решила не торопиться. Тем более позвонил Коля и заверил ее, что Варя под контролем. А, А, Мягкий знак. Вот смотри, где мягкий букв. Давай с самого начала. А. 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 Д. Б. Говори. А. С. Д. К. Д. К. Алена много читала в интернете о пользе аквааэробики. Но все не было времени с головой погрузиться в эту тему. А сегодня как раз подвернулся случай, и она отправилась в бассейн. Аквааэробика для беременных является наиболее полезными упражнениями, в отличие от упражнений на суше, так как сопротивление воды предотвращает повреждения связок суставов. Это идет закаливающий эффект, поднимается настроение, тонус мышц, тренируется сердечно-сосудистая система. Прошу гантельки. Начинаем с выпадов по диагонали. В правой ножке пошли. И вниз. На выдохе встаем вдох. В левая ножка. На выдохе встаем. Тренируются и мышцы рук, мышцы ног, а также дыхательные мышцы. На выдохе. Хоп. Хорошо. Пониже сгибаем ножку, плечики в воде. Хорошо. Хоу. Задняя ножка прямая. Еще раз. Выдох. Вдох. Гантельки по воде, не поднимаем их. Вдох. Хорошо. И еще раз. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Отлично. А теперь упражнение лягушка. Повыше поднимаем поочередно. И ручки, и ножки. Коленочки повыше, локоточки повыше. Пошли по кругу. Два кружочка вправо, два влево. Идем, идем, идем. Тренируем дыхание равномерное. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошо. В другую сторону пошли. Приседаем вниз. И проговариваем гласные буквы. Хо-о-о. У-у-у. С выдохом. На выдохе проговариваем все гласные буквы. Вспоминаем. А-а-а. Прям вниз садимся вот до последнего. И фу-у-у. Проговариваем буквы. У-у-у. Хорошо. Хо-о-о. Длинно там посидеть. Длинно все выдохнуть. У-у-у. У-у-у. Хорошо. Э-э. Отлично. А, насладимся на лошадку. Коленочки поднять. Ручки в сторону. Поднять коленочки. И широкие скручивания. Право-влево. И раз, два. Хорошо. Отлично. Пошли, вытягиваем носочки вперед. Тянем пальчики, касаемся пальчиками. Но стараемся не касаться. Хорошо. Классные ощущения. Очень понравилось занятие. Чувствую легкость во всем теле. Выскрузились мышцы. Вода вообще помогает снять напряжение. А сейчас такая легкость появилась, которую давно уже не испытывала. Ну, потому что уже вес вырос. Теперь буду стабильно. Каждый раз на занятиях два раза в неделю, пока врач меня не ограничит по состоянию здоровья. Буду тренироваться. Здравствуйте. Меня зовут Катя. Мне 25 лет. Моему мужу зовут Джимми. Насутра как венка, где? О, я меня и пара до силы. Это ты маленький. Видишь, какая шевелюшка красивая. Надеюсь, что она будет тоже красивая. Такой сприличненький в гольфиках белый. Я поехала в отпуск на Кубу, а домой уже вернулась с мужем иностранцем. Вместе мы уже два с половиной года. Сейчас я в отпуске по уходу за ребенком. Моя дочь зовут Аннабель, и скоро у нее появятся братья. Катя. Тут даже такой путь. Можно нам это вспомнить? Можно. После встречи с психологом Катя переосмыслила многие пункты своего поведения. Она решила, ее семейные обязанности не должны ограничиваться только заботой об Аннабель и предстоящими родами. Ты видишь, это мама с папой на Кубе. Смотри. Там познакомились. Смотри, давай, когда твой брат родился, мы пойдем на пол. Все вместе. Обязательно. И мы будем танцевать. Вот, смотри. Вот такой пляж красивый, видишь? Там с тобой замки строят из песка. Мне все завидовали, чтобы я танцевала. Вон, смотри, смотри. Ты без косов. Вот, смотри. Ты тоже будешь танцевать, да? Мы идем с тобой на танцы. Вместе будем танцевать, да? Мама, видишь, что помни, как папа ее первый раз сыграл. Знаешь, как это красиво и романтично было. Вот цвета, она не слышала такие песни. Я сейчас тебе играю. Давай, а мы послушаем. Давай, нам папа сыграет. Давай, смотри. Давай, давай, танцевать. Сколько баба сырила, горох. Йоланда, Йоланда, Этеннаменте, Йоланда, Этеннаменте, Йоланда. Ты тоже поешь? Девушки, я у вас люблю. Мы тебя тоже, да? Позупал. Да? Несколько дней Катя все четко планировала. И сегодня она приготовила для Джимми сюрприз в знак своей любви и признательности. Катя попросила свою маму приехать к ним и посидеть с Аннабель, пока они с Джимми будут отсутствовать. Так, вот так, да. Мама, быстро одевай. Ничего, потерпим. Да? Не получится мне так быстро, как у мамы. Сейчас, 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 подожди. Наконец-таки мы хоть выбрались куда-то вместе. Ты отормался от своего компьютера. Вот, посмотрим. Да, вот, смотри, видишь, ребята танцуют, у тебя получится. Это трудно. Нет, ты сейчас посмотришь, что там просто и легко тебе все покажет, как надо. Видишь? Да. Так что не сомневайся, все у нас получится. Та-да-дам! Привет! Мы пришли. О, привет! Я сегодня не одна. Это мой муж, Джимми. Тебя опять снова потянуло? Опять снова, да. Так что он у нас сегодня... Кирилл, Дима, очень приятно. Как? Ребенка мы оставили с бабушкой, второй с нами. В общем, мы готовы зажечь. Как ощущения? Ощущения отличные. Все, супер. Все, как всегда. Давай, приступим. Такого поворота событий Джимми не ожидал. Он будет танцевать вместе с женой? Это невозможно. Катя и правда сделала ему неожиданный сюрприз. Кубинец растерянно и неуклюже стал следовать советам учителя танцев. Я не знаю, не помню, как будут делать. Как? Просто спокойно. Страшно. Раз, два, три. Та-дам. Я ему так показывала. Три. Можно без числа. Спокойно. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Нет, это не мешает. Так. Раз, два, три. Пять, шесть, семь. Раз, два, три. Можно четвертый. Пять, шесть, семь. Так. Раз, два, три, четыре. Не могу. Не могу. Никогда. Абачатова. Я не знаю, почему. Абачатова вообще не танцует. Это сальса. Это только где туристы. Да. Европейские. Да. Это где туристы. Европейские классные. На улице у нас не танцевала эта музыка. Здесь Россия танцевала формально. У нас есть наша культура, которая не очень важна. Для нас по-другому. У нас танцевала горячая. Самая горячая. Поэтому все туристы, которые приехали в Куба, они когда приехали, как смотрят, как танцовать в Кубинской девушке, они... О-о-о! Что это такое? А для нас это нормально. Это горячий танец. И вот спустя 30 минут Джимми как будто ожил. Звуки родной музыки пробудили в нем яркие воспоминания детства и юности. Катя довольна. Ее сюрприз пришелся Джимми по вкусам. Он расслабился и так разговорился, что с азартом стал объяснять преподавателю главные принципы настоящих кубинских танцев. А у нас, знаете, его не первая куба. У нас просто. Да, у нас только там. Все. Так. Так. Все. Ну, ты-то показывай. Как макарейна. Четыре раз, два. Четыре раз, два. Три-четыре раз. А он... Теща Джимми и не сомневалась, что зятю понравится затея Кате. Она даже шепнула дочери перед их походом на танцы, чтобы они не торопились и веселились от души. Пойдем, моя хорошая, гулять. Мама с папой уехали. Мы им ручкой помахали, да? А теперь мы с тобой гулять поехали. Вот и едем. И гуляем по парку. Посмотрим, где там ребята сейчас на площадке ходят, да? Ну, блин. Смотри вокруг, красиво. Вот какая зима у нас красивая. Снежная, белая. Очень красивая. Этим вечером Джимми пригласил Катю на романтическое свидание. Он тоже решил сделать любимой супруге подарок. До последнего момента Катя не знала, куда они идут. Раз, два, три. Вот. Это сюрприз для меня. Класс. Это мы отдыхались, да, в Кубинском баре. Да, там я сейчас. Значит, мы сейчас будем танцевать. Смотри, флаг есть, да, наши? Да, вон, я сниму, ты нормально? Супер вообще. Спасибо. Это моя мечта была. Весь декрет. Поплескай. Вот. Сегодня вечером мы будем отдыхать. Это будет... Это будет самый лучший вес, Сергей. Спасибо. Это вообще самый замечательный сюрприз, потому что мы уже так давно с тобой никуда не ходили, да, и постоянно со мной были, у нас парк, влияем, все. Нет, она нормально, спокойся дома. Ну да, бабушка с дедушкой в порядке, поэтому можно переживать, отдыхать, да. Мы с тобой на занятия ходили, я думаю, что ты же со мной потанцией, что ли, все. Давай, выйдите. Да, это вечер. Я сегодня вечер приглашал Катю в венский клуб, потому что я хочу сделать сюрприз. Потому что я знаю, я помню, что каждый день, каждую ночь Анавель в дом, Анавель в дом, это нелегко. Поэтому я приглашаю вечер в кубинскую вещь, настоящую. Вечер проходит в лучших кубинских традициях. И первый сюрприз – фирменное блюдо от шеф-повара. Это подарок для вечера. Спасибо. Ничего себе, красота. Так, не трогайся огонь. Спасибо. Ничего себе, мастер. Спасибо. Обалдеть. А я разговаривал, смотри, я хочу, что ты сделаешь. Это маленький чел, как куба, сделаем мы. Приготовить мясо, вместо овощей. А он сделает, как чел, спектакль. Отлично. Я думаю, это точно нравится. Это хороший сюрприз. И какая же вечеринка без ритмичных латинских танцев. Катя не смогла усидеть на месте и пустилась в пляс. Разреки. Субтитры добавилы. Ой, ты не Будешь? Твер до конца. Есть латинка и губерния. Fachитры добавилы. Корректор субтитрова. Карнавальная ночь подходит к концу, но у Джимми еще один сюрприз. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Конечно, воспоминания нахлынули, как мы были на клубе, как мы там танцевали, отдыхали, как мы познакомились. Здесь все это так чудесно. И такое ощущение, что это было вот-вот вчера, а не три года назад. Но придется, значит, снова съездить на клубы, чтобы поджечь этот костер заново. Браво! Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Как родителям выбрать удобную и многофункциональную коляску? Она сама не сложится в процессе вдруг? Нет, здесь нужно будет повернуть барабанчики, а так она не сложится. Очень хорошо у вас получается. Ну да, так что легко. И на что нужно обязательно обратить внимание при покупке детского автокресла? С вами, например, с полицией, с ГАИ, оно подходит? Оно абсолютно подойдет, а все нормы, безопасность, она проходит. А для автомобиля вот любое, там любой автомобиль подойдет для этого кресла. Для вот этого автокресла подойдет любой автомобиль. Продолжение в следующей серии.